Много здесь говорили по культурам, азимый ячмень и прочее, еще раз хочу подчеркнуть. Азимый ячмень – это не кукуруза Хрущева, подчеркиваю. Азимый ячмень – это не мое изобретение. Мы его возделывали давно, но возделывали по остаточному принципу. Мы никогда не уделяли этой культуре особого внимания. А ей нужно уделять особое внимание, если мы решили возделывать эту культуру. В прошлом году и в этом году азимый ячмень пережил сложную ситуацию, особенно в этом году. Это капризная культура, и она хороша там, где соблюдаются технологии. В принципе, как и любая другая культура, но азимый ячмень прежде всего. И сегодня под 70, даже за 100 центнеров есть поля, где получают урожайность по азимому ячменю. Но нужно железное соблюдение технологий и подбор, соответствующий подбор полей. Но я к чему? Я не настаиваю ни в коем случае, не надо давить, что вот президент говорит об азимом ячмене, давайте будем возделывать, как когда-то Никита Сергеевич требовал возделывать кукурузу. Хотя Никита Сергеевич был прав. Даже у нас в Беларуси, возьмите этот год, если бы не было кукурузы, нам было бы очень тяжело. Но при всей засухе кукуруза на всех полях дает хороший результат. Поэтому не надо сегодня кидать кукурузными початками в сторону человека, которого уже, к сожалению, нет и который оказался прав. Но я еще раз говорю, я не настаиваю ни на одной культуре. Вы смотрите сами. Азимому ячменю я считаю быть, об этом вы сказали. Азимый ячмень нужно возделывать. Мы месяц выигрываем, аграрии это понимают. И комбайны обкатали, и механизаторов увидели, ну подготовились к массовой уборке. Убрали азимый ячмень, когда еще массовая уборка не началась. То же самое по РАПСу. Это хорошая денежная культура. И ею нужно заниматься. И к азимому ячменю так. И РАПС, особенно азимый, они требуют строжайшего соблюдения технологий. Хотя бы 35 центнеров урожайность азимого РАПСа – это огромные деньги. Особенно сейчас. Китайцы просят увеличить поставки им РАПСа масла. Да и европейцы, какие бы санкции ни были, с удовольствием будут брать у вас это масло. Но и нас надо потихоньку, наше население, приучать к РАПСовому маслу. Оно абсолютно не хуже, чем подсолнечное масло. По многим показателям лучше. Поэтому вот этим двум культурам быть, их нужно возделывать. Но технологии, и еще раз технологии, без технологий ни черта не будет. Особое внимание, коль говорим о технологиях, сейчас надо обратить на лучшение стерни. Убрали, где-то солому измельчили и рассыпали, растрясли ее, как в народе говорят. По полям, это тоже удобрение определенное. Если у вас есть там, внесите соответствующее минеральное удобрение и приведите лучшение стерни. А потом осуществите вспашку. Обратите особое внимание сейчас на солому. Там, где вы не можете ее убрать или не рационально возить за 20-30 километров, хозяйства уже большие. Измельчайте и запахивайте. Оставьте только те поля, которые вы можете убрать, солому для нужд животноводства. Не откладывайте на потом. Хоть один трактор, как бы не было трудно, оставьте на лучшение стерни. Особое внимание к кукурузе. Конечно, сейчас она уже выросла, подкормлены участки неплохо. Даже те, которые подсушены были и значительно подсушила, они отходят после того, как дожди прошли. Определитесь со стратегией. Что-то вы будете готовить силос, что-то будете оставлять на зерно. По механизаторам говорили. Самое главное, мы в этом году должны закончить выработку практики приглашения механизаторов со стороны. Особенно с промышленных предприятий. Мы должны четко понимать, сколько нам в этом году и в следующем нужно будет. Мы будем знать конкретных людей, конкретные фамилии, и откуда мы завтра их пригласим. То есть наработать механизм и практику нужно в этом году, чтобы не кувыркаться из года в год. Уполномоченным и помощникам немедленно выехать на места и оказать всяческую поддержку губернаторам и областям организации уборочной компании. Как вы будете там работать, это ваше дело, только не мешайте. Поступают жалобы, в том числе и ко мне, что вовремя перерабатывающие предприятия не оплачивают сельскохозяйственным организациям, колхозам, совхозам, фермерам за поставленную продукцию, за молоко и мясо. Роман Александрович, это недопустимо. Недопустимо. Где угодно нужно найти деньги, сдачи быть не должно. Надо продавать, надо покупать молоко и мясо. И кровь с носа нужно найти деньги, чтобы не было задолженности перед колхозами и совхозами. Поэтому я вижу, что проведена очень большая работа по подготовке урожая. Люди понимают, что нам надо сегодня мобилизоваться. От этого зависит наше будущее. Вот видите, сегодня по объективным причинам действительно мы не добираем какой-то урожай. И министр поднимается и говорит, а у нас в резерве миллион тонн зерна. То, чего я от вас всегда требовал. Пусть будет резерв. И сегодня нет проблем. Этот недобор мы перекрываем спокойно из своих резервов. Плюс видим дешевое зерно, надо его закупить. Поэтому по-крестьянски, по-деревенски запас бяды не очиня. Надо обязательно иметь резервы. Надо иметь запасы. Чего бы нам не стоило, надо смотреть не только по сторонам, но и внутри. На наши резервы, которые мы можем использовать. Поэтому проведена хорошая работа по подготовке. Есть отдельные вопросы, как вот Иван Раджи говорит, люцерну помогли ему, 45 тысяч гектар посеял, хорошая люцерна. Понятно, что семян люцерны у нас нет. Мы семена покупаем. Но так надо, Роман Александрович, возьмите под контроль, мобилизоваться и как зерно мы покупаем сегодня, допустим, в России. То самое надо и по люцерне, по семенам. Это хорошая культура, которая при благоприятных условиях дает 4 урожая. Ну так надо закупить. Не каждый в отдельности будет закупать семена люцерны и конкурировать на внешних рынках. А договориться. Самые низкие цели, закупить люцерну, если надо расширать. Точно так по широтам, по сои и так далее. Надо это мобилизовывать, объединять и закупать в целом. И здесь продавать сельскохозяйственным предприятиям. Надо объединять эти закупки. Это даст минимальную цену. И публично это делать, чтобы люди понимали, что коррупция здесь не пройдет. Еще раз повторяю. Времени на раскачку нет. Мы уже раскачались на озимом ячмене и отчасти рапсе. Уже вон, даже в Витебской области пшеницы начали убирать. Активизируйтесь. Не дай Бог, какая-то нестабильность. Она начинается с экономики. А экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди. Все это в сельском хозяйстве. Я попрошу правительства и ответственных лиц, которые присутствуют сегодня и здесь, в центре и на местах, отнестись очень серьезно к проведению уборочной кампании. Субтитры создавал DimaTorzok